Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Азия. Большая игра». В студии я и ведущий Александр Гурарье. И речь у нас пойдет об Афганистане. А раз об Афганистане, то вы уже, наверное, знаете, что у нас на связи с нашей студией из России известный российский политолог Андрей Сиренко, специалист по Афганистану. И не только Андрей. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Я бы хотел с вами поговорить вот о чем. То есть мы всегда говорим «Афганистан» и все время пытаемся как бы перекинуть мостик, как события в Афганистане влияют на ситуацию в соседних бывших советских республиках, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и так далее. И вот сейчас я, так сказать, мой взгляд, зацепился за сообщение о том, что Талибан, русскоязычная служба пропаганды Талибана, у них есть даже такая, подтверждает, что ее озабоченность темой освобождения Кавказа из-под оккупации Кремля не является случайностью. Да, то есть как бы, что это значит? То есть Талибан вроде бы вполне лоялен России. Мало того, руководство Талибана и представители Талибана регулярно бывают в Москве, то есть сравнительно недавно их вновь принимали в Кремле. Несмотря на то, что Талибан до сих пор является по российскому законодательству террористической организацией, тем не менее с ним встречаются, с ним, так сказать, обнимаются. И вот такое вот заявление, что оказывается все хорошо, конечно, они как бы готовы обниматься, что-то за это получать, но на самом деле их цель высокая, святая и абсолютно конкретная, а именно освобождение Кавказа от оккупации Кремля. Что это значит? Ну, на самом деле, Александр, вот эта история только заставляет, может быть, нас с вами вернуться к нашим разговорам восьмимесячной там давности, может быть, даже годичной давности. Если вы поднимите вот наши эфиры, я думаю, что там остались записи наших разговоров как раз о том, что, когда мы с вами говорили о том, что Талибан сегодня это не просто некое там движение в Афганистане, это не просто некая военно-политическая структура, которая там рвалась тогда год назад, а потом там 8 месяцев назад или 9 месяцев назад пришла к власти в Афганистане, которая занимается сугубо, так сказать, вот афганской проблематикой, действует только в афганском регионе. Талибан это еще и раскрученный джихадистский террористический бренд, такая джихадистская кока-кола, которая хорошо известна, хорошо раскручена, хорошо усваивается, хорошо усваивается молодыми радикалами в самых разных странах, в том числе, которые далеко расположены от Афганистана. И мы тогда с вами говорили о том, что есть серьезная опасность того, что талибы и вот этот бренд Талибан, и вот это послевкусие у талибской победы, победоносного талибского джихада, оно не пройдет бесследно для других стран, и в том числе для стран постсоветского пространства, для России в частности. И мы тогда с вами говорили о том, что велика вероятность того, что бренд Талибан начнут приобретать себе соратников, симпатизаторов в самых разных странах, в самых разных регионах мира, в том числе в постсоветском пространстве, привлекать себе внимание молодых мусульман, радикальных мусульман. И будут подражать всяческое. Да, и будут подражать, и в свою очередь и талибаны, или люди, стоящие в Талибане, несмотря на то, что руководство Талибана это пуштуны, что основные командные лидирующие должности в талибской администрации занимают выходцы как раз из афганских пуштунов. Тем не менее, на самом деле, в рядах талибов воевала самая разная публика, выходцы из бывшего СССР, практически из всех основных республик мусульманских Центральной Азии, из Северного Кавказа, из России, из Татарстана. В частности, люди, которые сформировали так называемые Катибу-Аль-Бухари, которые составляют выходцы из Поболжия, например, из Татарстана, из Башкирии, из Северного Кавказа, которые перебрались сначала и в Сирии были они, потом перебрались в Афганистан. Сейчас люди, живущие как раз, по моим данным, в Герате, они как раз и занимаются этим проектом русскоязычной пропагандистской службы талибана, которые живут вроде бы в Афганистане, но не только не рвут связи с родиной, но и с исторической родиной. Но и они еще всячески пытаются сегодня, используя бренд Талибана, используя этот миф о Талибане, победоносный, привлекательный бренд, попытаться его привычно называть. Победители американцев не просто так, это бренд, это победители американской армии, американцы бежали в панике. Да, именно так, и талибы себя так и называли, проповедники Талибана последние несколько месяцев себя так и называли. Мы новая сверхдержава. Талибан это новая сверхдержава, потому что она победила Америку, потому что она победила НАТО. И некоторые талибские пропагандисты, причем достаточно высокого ранга, всерьез это утверждали на самых разных площадках последние полгода, что есть только две сверхдержавы настоящих в мире, США и Талибан. Все остальные державы более низшего уровня, именно потому что Талибы победили Америку. И на самом деле вот этот победоносный бренд, обросший с очень многими мифами, обросший с очень многими спекуляциями в джихадистской среде, он сейчас пытается, что называется, пустить корни на российской информационной площадке, не просто на российской информационной площадке, а уже пытается фактически продвигать как минимум два амбициозных политических, военно-политических, очень опасных для безопасности России проекта. Первое, то, о чем вы сказали, то есть это фактически попытка совместить, слить на русскоязычной пропагандистской площадке Талибова два проекта, афганский победоносный миф о Талибане, и с другой стороны, воскресшие идеи нового Аймарата Кавказ, новый проект освобождения Кавказа от диктатуры Кремля и так далее, то есть фактически попытаться вернуть ситуацию в этом регионе в 90-е годы. И это делает именно, еще раз повторюсь, как вы верно заметили, пропагандисты, связанные с Талибаном. А второй проект, который они продвигают сегодня, тоже очень любопытный, интересный, это проект так называемой авиаторской джирги, или летной джирги. Джиргай, в момент, виноваты, хиджры, авиаторской хиджры, то есть переселение летчиков-мусульман из различных стран, в первую очередь российских, говорящих на русском языке, в тех странах, где говорят и понимают русский язык, из республик постсоветского пространства, переселение их в Афганистан. Это очень интересный тоже сюжет, потому что до сих пор... А почему именно летчики? А вот это самый интересный момент. Здесь интересны два сюжета. Первый, это вообще в принципе хиджра, то есть переселение. Талибан, победив в августе прошлого года в Афганистане и войдя в Кабул, не стал объявлять новую хиджру. То есть, в отличие... Он не пошел тогда по пути ИГИЛ. Вы помните, когда ИГИЛ появился и закрепился в позиции в Ираке и в Сирии. Они первым делом объявили хиджру, начали приглашать мусульманцев всего мира, переселяться в исламское государство, где они могут радостно и счастливо жить под сенью шариата. И, соответственно, как бы завлекались разного рода специалисты, там, врачи, строители, инженеры, военные и так далее. И поэтому, значит, вот эта хиджра, она стала во многом таким дополнительным ресурсом для ИГИЛ тогда в регионе. То есть, это был не только инструмент популяризации исламского государства, этого проекта джихадистского, но и привлечения новых достаточно высококлассных, высококлассных специалистов из разных сфер жизни. И думали, что тогда полагали многие эксперты, что и талибы пойдут таким путем. Но Талибан тогда эту хиджру не объявил, потому что, наверное, был все-таки не очень готов к приему, скажем так, вот этой публики, новой публики из других регионов. И, наверное, может быть, какие-то были закулистные договоренности еще с американцами на этот счет. Да и внутри Афганистана ситуация была, мягко говоря, нерадостная, скорее, плачевная, потому что, как показала наступившая осень, зима, и зима, огромные проблемы с экономикой, с продовольствием, с гуманитарной сферой. Что называется, тут со своими афганцами разобраться, не то, что принимать новых мусульман верующих из других регионов. Но сейчас ситуация вдруг изменилась. Вот эти русскоязычные пропагандисты фактически опубликовали там объявление о том, что они призывают братьев мусульман из числа летчиков, пилотов, ветеранов, живущих сегодня в постсоветских республиках. Почему постсоветские? Потому что объявление было сделано на русском языке. Переселяться в Афганистан. При этом гарантировалась добрая и теплая встреча, трудоустройство, помощь в хиджере, то есть помощь в организации переселения, что уже само по себе тоже интересно. То есть у ребят есть логистика, как это сделать. Это тоже непросто. И, соответственно, как бы там хорошая работа, что называется, по специальности. Здесь два интересных момента в этой ситуации возникает. Если им понадобились летчики, значит у талибов появились летательные аппараты. Что это? Вертолеты, самолеты, летающие тарелки. А не осталось у них самолетов от афганской армии? От афганской армии остались самолеты, остались вертолеты. Значительная часть из них неисправная. И для этих аппаратов практически нет запчастей. Достать их очень непросто. Значит, возникает вопрос, талибы либо уже решили проблему запчастей, либо они готовятся ее решить, либо, значит, талибы все-таки рассчитывают на то, что какая-то часть вертолетов, угнанных в августе прошлого года в Таджикистан и Узбекистан, это было несколько десятков боевых машин летательных, они будут возвращены талибам, и, соответственно, понадобятся пилоты для их обслуживания. А угнали их кто? Угнали их сторонники предыдущего правительства? Да, их угнали бывшие летчики, бывшие афганской армии, которые не захотели отдавать их талибам, поэтому они перегнали эту технику в Душан-Бэй и в Ташкент. Второе очень важное замечание, вот почему вдруг сейчас понадобились пилоты. Талибан серьезно опасается расширения зоны сопротивления в Афганистане. Начавшись в Паншире, сегодня бойцы сопротивления начинают атаковать позиции талибов уже почти в 12 провинциях Афганистана. Да, это пока эпизодически не очень многочисленные, не очень, так сказать, пафосные, или там такие красивые под картинку, видеокартинку атаки, но, дорогая, что называется, капля камень точит. Поэтому сегодня, в преддверии наступающего лета, все больше разговоров о том, что зона сопротивления будет расширяться, у талибов будет являться все больше проблем, и сегодня мы видим, что даже с силами в Паншире крупные массы боевиков Талибана не в состоянии справиться. То есть в наземных боях талибы сегодня не демонстрируют превосходство над силами сопротивления. Остается у талибов одна надежда на то, на что всегда надеялись любые военные подразделения в Афганистане, воздушная поддержка. Только за счет доминирования в воздухе можно попытаться изменить ситуацию на земле. Поэтому талибам сегодня кровь из носу необходима авиация, необходимы пилоты, которые могут летать на вертолетах, соответственно, оказывать огневую поддержку с воздуха для боевиков Талибана, чтобы они могли хоть как-то остановить или локализовать предстоящее наступление сил сопротивления. Ну и здесь еще интересно то, что вот эти инициативы, которые русскоязычная служба про афганистику Талибана озвучивает, они на самом деле, еще раз повторюсь, они ориентированы именно на русскоязычную аудиторию. То есть попытка есть привлечь в Афганистан боевых летчиков, пилотов, ветеранов из постсоветских республик. Я не знаю, насколько успешной может быть эта идея. Я вообще с трудом пытаюсь представить себе, что вот боевой летчик, так сказать, ветеран, скажем так, из Ташкента или из Душанбе возьмет и поедет в Афганистан, зная, что там происходит, но даже, так сказать, погнавшись, то, что называется, за длинным рублем. Ты же понимаешь, что сегодня длинный рубль, а завтра любой стингер и все. А завтра короткая жизнь, да. Да, ну, согласен, но здесь есть, конечно, к сожалению, различного рода нехорошие прецеденты. Все было бы, я бы тоже сомневался, если бы не история с полковником Голумродом Халимовым, командиром спецназа Таджикистана, человека, который окончил там два учебных заведения в Москве и Вашингтоне, прошел подготовку, что называется, у советских и российских коллег, а потом еще у американских коллег, и потом присоединился к основному государству. Вместе с несколькими десятками своих бойцов, офицеров ОМОНа Таджикистана, которые перебрались в Сирию, в Ираке там воевали. До сих пор ходят легенды, что полковник Халимов, который занял тогда пост даже министра обороны ИГИЛ, он жив, что якобы он находится на территории Афганистана. Во всяком случае, миф об этом достаточно популярен среди таджикских радикалов. И там есть желающий присоединиться вот к этому полковнику для того, чтобы начать джихад уже не только в Афганистане, продолжить джихад не только в Афганистане, но и попытаться перекинуть этот джихад в Таджикистан. Так что, что называется, полковники тоже уходят в джихад. Такой, кстати, у него есть, и поэтому могут уйти и ветераны. Тем более, что одно дело уйти в ИГИЛ, который был тогда проектом-изгоем, который всячески преследовался и всячески терроризировался извне силами антитеррористической коалиции, в том числе России. А другое дело Талибан, которым, как вы правильно заметили, ну, талибы ездят в Москву, в другие столицы, в Тикеран, в Китай, в Пакистан, встречаются с американцами, так что это вполне респектабельное движение, почему там всеми не посотрудничать. Да, тем более за хорошие деньги. Да, тем более за хорошие деньги. А деньги, наверное, будут, ведь урожай наркотиков неплохой, так что есть чего платить зарплату пилотам боевой авиации. Ну да, это самое главное. Тем более, что, тем по всему, да, афганские летчики не торопятся возвращаться в Афганистан и присоединяться к талибам. Поэтому вот пропаганисты Талибана пытаются найти им замену среди русскоговорящих пилотов. Андрей, я бы еще хотел затронуть вопрос, который я обнаружил, так сказать, информацию на вашем телеграм-канале. Новый успех американской дипломатии на афганском направлении. Новое поражение дипломатии российской. Расшифруйте, пожалуйста, что вы имели в виду и о чем идет речь. Ну, речь идет о встрече, которую спецпредседатель президента США Том Эс провел буквально вчера в Турции с лидерами высшего совета сопротивления. То есть это ключевой такой объединенный орган афганской оппозиции, объявлен афганской политической миграцией, военно-политической миграцией, который, собственно говоря, был создан буквально несколько дней назад и который сегодня фактически становится главным центральным координирующим и руководящим органом для всей вооруженной оппозиции в Афганистане тех людей, которые будут воевать и уже воюют с талибами. До сих пор американцы избегали публичных контактов с любыми оппозиционными эмигрантскими группами, находящимися за пределами Афганистана. Как правило, все-таки американцы пытались, по примеру русских, заигрывать с талибами, ну, может быть, чуть более кокетливо, чем москвичи, но тем не менее. И, в общем-то, на самом деле не демонстрировалось стремление или желание со стороны официальных американских чиновников общаться с оппозиционерами, живущими за пределами Афганистана, фактически с политическими эмигрантами. Точно так же американцы не поддержали идею правительства в изгнании, афганское правительство в изгнании, которое было достаточно популярно осенью прошлого года. И, в общем-то, надеялись, что президент Гани, который убежал из Афганистана, ну, если не он сам, то кто-то, его сменщик, может быть, Амурвас Олег, вице-президент, может быть, еще кто-то, смогут создать правительство Афганистана в изгнании, и, соответственно, как бы могли бы американцы тогда... И это правительство могло бы рассчитывать на помощь США. Этого тоже сделано не было. Ну и, наконец, на самом деле, американцы, в общем-то, несмотря на то, что там заморозили активы, большую часть золотовалютных резервов бывшего афганского правительства, чтобы они не достались талибам, тем не менее, американцы бы оказались одним из самых крупных доноров гуманитарной помощи, которая поставлялась осенью, зимой и весной этого года, уже этого года, в Афганистан, и которая позволила талибам перезимовать. И, фактически, благодаря этой поддержке, Афганистан избежал страшного голода и страшной гуманитарной катастрофы. Да, сегодня очень много разговоров о том, что это просто катастрофа, а это чуть отодвигается по срокам. Но факт есть факт. Да, за этой зимой последует следующее. Да, 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 следующей зимой будет гораздо страшнее, чем этой зимой. Но факт есть факт. Вот эти первые трудные для талибов месяцы американцы фактически своими гуманитарными инициативами помогли удержаться этому правительству власти. Они, наверное, в первую очередь думали не о правительстве, о том, что если они этого не сделают, то там будут просто колоссальные жертвы среди мирного населения. Ну, я тоже, как и вы, тоже верю в лучшие добродетели любых политиков, в том числе американских. И, конечно же, они в первую очередь думали о людях. Они, безусловно, думали об этих несчастных афганских детей. Что-то мне слышится ирония в ваших словах, Андрей. Да, разумеется, конечно же. Если бы американцы думали об афганских детей, этих женщин и стариках, они не бросили бы Афганистан на произвол судьбы, не кинули его в лапы террористам. Так что я не верю ни в какие добродетели ничьих политиков, ну, за исключением, конечно, израильских. Это, безусловно, исключение. Почему израильские? Израильские, безусловно, самые гуманитные. Прямо обидно слышать, как израильские то же самое, ничем не лучше. Не в коем-то, не верю в это, не верю. Не может быть. Это всегда со стороны, как бы, кажется. А мы-то изнутри видим, да? Конечно, да. Поэтому, все, что касается российских или американских политиков, или китайских, или каких-то иных, там абсолютно циничный расчет, прагматичный подход, и здесь никаких там, что называется, без слюней, без слез, без рыданий и так далее. Ну, Израиль здесь, я надеюсь, счастливое исключение. Поэтому здесь, конечно, американцы додействовали, в первую очередь, я думаю, в рамках той сделки, которая была заключена с талибами в Дохе, и, в общем-то, были заинтересованы в том, чтобы талибский режим удержался, но чтобы хаос все-таки в этой стране не, что называется, на плечах уходящих американцев не вернулся в глобальную политику. И, в общем-то, тогда не было желающих, не было заказа, скажем так, на демонтаж талибана, на попытки пошатать талибский режим. Поэтому американцы действовали в этом смысле в унисон с русскими, с китайцами, с арганцами. Да, но вот сейчас, Андрей, а почему вы назвали это новое поражение дипломатией российской? То есть российская дипломатия контактит с талибаном, а эти контактят с оппозицией. Конечно, но в том случае, контакты американцев, что я имел в виду, когда это утверждение делал? Первое, то, что американцы, сохраняя очень тесные контакты с талибами, безусловно, и более того, американцы сегодня самый желанный друг для талибана, талибы делают все для того, чтобы... Как они же их победили, они же их изгнали. Конечно, они их изгнали, они их победили, теперь им очень нужны американские деньги. И американское признание политическое, потому что если Америка признает талибан, то талибан признает весь мир. Если Америка даст денег талибам, то деньги талибам даст весь остальной мир. Поэтому так талибан сегодня волочится за американцами. Знаете, напоминает известную сцену из одной из моих любимых книжек «Золотой теленок», где, помните, там был Вася Суале Лоханкин, который все время развышал о роли русской революции, вот он пытался все не пустить в свою жену Варвару к инженеру Тимбурдукову, потому что просто привык к ее добродетелям, к содержанию у нее, сидению у нее на шее. Вот примерно талибы так же сегодня волочатся за американцами, как Вася Суале Лоханкин за женой Варвары. Поэтому им нужны американские деньги, им нужно американское признание. Американцы прекрасно чувствуют, американцы играют на этом, держат талибов на этом крючке, и прекрасно его периодически поддергивают. Но для того, чтобы им жизнь совсем не казалась медом, впервые американцы встретились с лидерами оппозиции, вооруженной оппозиции, повторюсь, это очень важно. Не просто люди, которые там готовы поговорить о власти, а люди, которые готовы за власть воевать. И уже сегодня это дело, потому что членом вот этого высшего совета сопротивления является Яхмат Масуд, то есть лидер фронта национального сопротивления Афганистана, самой мощной сегодня оппозиционной вооруженной группы, которая достаточно успешно калашматит талибов в панше. Поэтому сегодня, конечно, для талибов настал черный день, потому что медовый месяц в отношениях с Америкой закончился. То есть теперь они видят, что американцы могут успешно играть как на поле талибов, так и на поле антиталибской оппозиции. Ну и, конечно, это очень неприятно, если не черный день для российской дипломатии, потому что, с одной стороны, российская дипломатия, которая сделала ставку на Талибан, на Камида Корзая, как посредником в диалоге с Талибаном, проиграла, потому что талибы так друзьями России не стали, несмотря на все эти улыбки, улыбки, танцы, обжиманцы и, значит, лично родные взаимные сигналы кокетливые, которые талибы и чиновники Смоленской площади друг к другу подавали. Ничему это, одним словом, не привело. И фактически сегодня отношения Талибана и России, они абсолютно мертвы, они никак не развиваются. Это раз. Во-вторых, позиции сегодня России в Афганистане предельно слабы, и они только ухудшаются с каждым днем. То есть, возможности для российского влияния в Афганистане сегодня сокращаются. Не просто они маленькие, они не просто ничтожные, они еще и продолжают сокращаться. И на этом фоне Россия еще и потеряла возможность контактировать и общаться с оппозицией, с теми же Ахмадом Масудом, с теми же людьми, которые активно выполняли роль таких черночных дипломатов. Например, Шакир Каргар, очень известный в Афганистане политик, или бывший министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар. Я уже молчу про замечательного, совершенно уникального человека посла, теперь же бывшего посла Афганистана в Москве, господина Джавида, которого российский МИД фактически вытолкал из страны, потому что надо было освободить, что называется, помещение под талибского эмиссара, который несколько недель назад прибыл в Россию. Так что в итоге Москва и с талибами не нашла, так сказать, счастья политического. И с афганской оппозиции не достигла никакого компромисса, который можно было бы проинтерпретировать, как основание, например, для какого-то политического альянса. Зато все это есть теперь у американцев. И опять принцип разделяя властвую. Россия остается улачиться в хвосте чужих американских инициатив, а как мы с вами знаем, любой догоняющий всегда опаздывает. Да, разделяя и властвуй. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Андреем Сиренко, российским политологом, специалистом по Афганистану. Наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова